Что нужно, чтобы получился полный грузинский пельмень? 4 пункта приготовления, 20 складочек и 7 минут варки, а также большой живот и любовь к грузинской кухне. Тесто, наверное, самое простое, какое я знаю. 200 миллилитров воды, порядка 10 граммов соли и 500 граммов муки. Все. Дальше аккуратно начинаем рукой размешивать все это дело, чтобы вода распределилась по всей-всей муке. Не стараемся сразу замесить, не получится. Воды здесь сейчас очень немного. Поэтому, как говорят грузины, мы берем вот так вот и перетираем. И перетираем. А вот у меня уже образовалась такая вот крошка, не крошка, червячки, не червячки. А теперь я достаточно плотно вот это вот все дело соберу вот в такой ком. Я вам сразу скажу, что вот это тесто вымешивать, ну, практически нереально. Его не вымешивают, его выкатывают. Я его продавлю хорошо кулаком. И помещу, как всегда, в полиэтиленовый пакетик, чтобы оно у меня постояло. Развился глютен, мне было гораздо легче работать. Наверное, готово оно у меня будет часа через три, не раньше. Но в промежутках я буду подходить и прокатывать скалкой. Прокатаю скалкой, сложу, прокатаю, сложу. На предприятиях общепита там уже стоят такие автоматы, на которых катаются. Но я же готовлю пельмень для себя. Полный пельмень. Работать буду по старинке, скалкой, с душой. Начинка в хинкале очень богатая. Поэтому давайте приступим к составлению ее. А пока я буду чистить чеснок и лук, я вам немножко расскажу о спорах, какое же мясо идет все-таки в хинкале. Когда я поговорил с грузинами, они сказали, слушай, дорогой, есть вариант, когда делают говядину со свининой, и есть вариант, когда говядину с бараниной. Так вот, горные грузины действительно делают говядину с бараниной. А чуть ниже, городские, они чаще делают свинину с говядиной. Я сделаю сегодня горный вариант. Это будет говядина, баранина и курдюк. А пока я дочищаю чеснок. Как во всяком кавказском пельмени, будет очень много зелени. Если вы не любите курдючное сало, ну, добавьте свиное. Хотя курдюк – это курдюк. На мой взгляд, это деликатес. А мы делаем, именно деликатес, мы делаем полный пельмень. Мы делаем для себя. И поэтому буду делать с курдюком. Еще немного мяса. Баранины и говядины примерно одинаково. Также у меня сюда пойдет красный острый перец, пойдет лук, чеснок, зира, куча зелени. Ну что, поехали? Ну вот, фарш я перемолол. Абсолютно допустимо на крупной решетке перемолоть. Фарш должен быть зеленым. Вы видите, вот сейчас я его перемешаю, он будет зеленый-зеленый, потому что здесь кинза и петрушка. Можно базилик положить. Ведь кавказский стол, он какой, он мало того, что богатый, там всегда много-много зелени. Вот здесь вот в этом блюде тоже много зелени. А сюда я еще добавлю зиры. Зиры так тоже хорошо. Черного перца. Соли. Вот я на глаз солю, и я примерно знаю, что я попаду по соли, и будет все нормально. Всегда можно рассчитать объем соли, который необходим на фарш. Вы взвесьте этот фарш и солите из расчета 16-17 грамм на килограмм фарша соли. У вас пересола не будет, это будет вот самый цинис. Перемешиваю. Что у нас в хинкале самое главное? Сок. Поэтому я добавляю воды. По воде тут тоже, смотрите, мясо разного качества. Попадется хорошее, добавите больше воды. Ну, попадется, которое не очень, добавите поменьше. А у меня пока оно хорошее и требует воду, воду, воду. Не надо вымешивать фарш руками. Ни в коем случае. Вот аккуратно ложкой перемешиваем. Вот таким образом. И тогда он не будет котлетеный в хинкале. Он будет именно рассыпчатым, сочным, вкусным фаршем в этом полном пельмене. Я убираю это все минуток на 15, на 20, чтобы фарш настоялся. Ну что, полпути я прошел. То молодец. Я молодец. А вот тесто у меня, посмотрите, какое. Тяжело каталось, сразу скажу, пришлось мне его разбить на два куска. Вот. И сейчас я его немножко, буквально, докатаю. Уж не знаю, как грузин называется. Но у них есть специальная вот такая формочка. Деревянная, такая интересная. Они вырезают вот такие вот шайбы из теста. Из которых потом уже раскатывается сочень. Для чего делается? Ну, некая такая стандартизация изделия. Если вы делаете хинкали на тесте с яйцами, там можно сразу кусочки оторвать. Причем 34 грамма. Я спрашиваю, почему не 35? Ну, вот так сложилось. 34 грамма. Хорошо, 34 грамма. Это вам не 19, 20 складочек на хинкали. Есть вещи и поважнее. А со складочками, да, мы будем бороться сегодня. И даже посчитаем. Так, еще можно вырезать. Хинкали штука такая. Он большой. Вот. Ну, вот шайбы у меня готовы. И теперь я буду раскатывать из них сочень. Он катается абсолютно спокойно, без всякого подпыла. Белоснежный. красивый и большого размера. Столовскую котлету знаете? Так вот, мясо в хинкали кладут еще больше. Вот такая лепешка у меня получилась. Вот так вот. Последний пошел. Так, толщина где-то вот по миллиметрику получилась. ну может быть чуть-чуть больше. Чуть-чуть. Так, пошел фарш. А вот теперь смотрите фарша. Вы видите, ложка не то, что с горочкой. Это всем ложкам ложка. Я еще добавлю. То есть, где-то около двух ложек здесь котлетища. А сейчас смотрим. Старинный грузинский рецепт лепки. Так, и начинаю лепить. Считаю. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, залезай. Чуть-чуть подтопчу. Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Он просто показательный. Ну что, и леплю остальные. Вот я и долепил те самые полные грузинские пельмени. Ух ты, елки-палки. Тут-то я забыл пимпочку сделать. Сейчас я подровняю. Так, кто молодец? Я молодец. А я пока перейду к самому последнему пункту к варке. Пункт последний, приятственный. Варим хинкали. А что для этого надо? А надо, самое главное, здоровую кастрюлю, крутой кипяток, который бурлит, как не знаю что. Немного соли. Помним, что тесто у нас уже соленое. Ах, какая реакция. И теперь сюда я запускаю хинкали. Я чуть-чуть раскручу. Для чего? Чуть-чуть обварить донышко, чтобы оно не прилипло. Ну и опять же, покручивая хинкали, я закручиваю здесь некую воронку. Вот оно тут все у меня плавает, аки-дельфин. Вот, сколько варить? Варить их от момента всплытия нужно ровно 7 минут. Вот, варить, опять же, на сильном огне. Как только начнут появляться пузыри в воде, вода будет бурлить постоянно, значит, хинкали готовы. Здесь есть еще один такой момент. А сколько можно за раз бросить хинкали в воду? Я вам скажу, не больше вот этой вот площади. Во-первых, они не должны друг на друге висеть. Во-вторых, они должны свободно бурлить и плавать. Ну и в-третьих, не забываем, что вес самого хинкали очень большой. И если я брошу сюда два десятка, то просто-напросто у меня вода остынет. И будем ждать, пока все закипит. А пока будет закипать, все слипнется. Семь минут, семь минут, это много или мало. А я влил стакан холодной воды, чтобы они у меня не слиплись. И начинаю доставать. Нет, вы только посмотрите на этого красавца. Только посмотрите. Гигант! В чем-то он даже, наверное, краша меня. Не, ну начинка-то у меня внутренняя гораздо богаче, конечно. А из специй к этому чудесному блюду только одно. Черный молотый перец. И все. И я вот так вот, вот так посыплю. Хинкали едят руками, берясь за пимпочку, надкусывая, всасывая в себя с хлюпаньем сок, вкусный сок из этого полного грузинского пельменя. В общем-то, я считаю, у меня получилось очень здорово. Асса! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok